еще так это убираю слетели слетели у меня спицы так прежде чем убрать так как ряд у меня не закончен и даже если бы он был закончен я фиксирую фиксирую что это ряд с прибавками то есть я наматываю на спицу ниточку и буду знать что это ряд с прибавками если не намотана на спицу ниточка значит это ряд без прибавок так это убираю и покажу что сейчас у меня тоже есть это вот такой свитерок так здесь все порядке до спицы да вот такой меня свитерок пряжа пряжа невидома тут как вы видите такая ложная китлевка с двух рядов на тех же спицах но попробовала просто мне не хотелось ее делать но я все равно и сделала это круг кокетка до круглая кокетка пряжа пряжа там точно я помню было вот два у меня три цвета было чуть-чуть альпаки процентов 15 есть акрил и хлопковая какая-то ниточка то есть она такая более-менее светло такой вот этот чуть более розовый такой вот ягодно ягодно рыжий что ли и серый и они вот это серый моточек уже ушел у меня этот у меня по 2 моточка серый уже ушел этот заканчивается и еще целый розовый есть целый серый и целый ну то есть у меня по сути розовых еще два серый один закончился значит один у меня остался и вот этот ягодный буду его называть получается у меня один заканчивается и еще один остался я не знаю я думаю что хватит хватит этой пряжи вот какая-то такая серый где-то валяется так покажу ближе что у меня здесь получается ну вот такое сочетание мне кажется вполне даже хорошо нужно подвинуть наверное что было лучше видно так я как я провязывала здесь по горловинке тут спицы у меня шесть с половиной шесть сейчас проверю они будут соскакивать и нужно аккуратно такие вылетела петелька нужно мне ее зафиксировать было бы чем-то до спицы номер шесть по горловине набирала 62 петли резиночка один на один тут ложная кетлевка полтора ряда или два и просто набирала в каждом четвертом ряду после четыре ряда провязываю после каждой четвертой петли прибавка потом опять четыре ряда привязываю и круг после каждой четвертой петли прибавка потом я много-много вот так вот сделала но много-много это раз-два-три-четыре все вот здесь было много прибавок да а потом начала реже делать и прибавки через каждый 8 то есть сначала чтобы у меня на плечах больше вот так вот она разлеглась даже здесь видно как прибавки больше на плечо а здесь поспокойнее уже спуск идет ну все я уже разделила на рукава в результате у меня получилось 260 петель по 85 петель на рукава и ой на вперед и спинку и на рукава я вот здесь у меня так они выделены и на рукава получается по 45 петель у меня все вот такой вариант уже разделила уже разделила и провязываю спинку она у меня будет длиннее азиатский росток потом я вот так вот выделю рукав соединю с передом рука у меня будет отдельно на ниточку перенесу и все и буду дальше провязывать вот тут наверное для ростка этого мало хотя здесь уже 4 сантиметра ну я думаю что этого четыре даже с половиной я думаю что этого достаточно в этом свитерке вот тут видите как петли соединяла и чтобы ниточку закрепить провязала на ряд выше чтобы ее закрепить но особо так не не переживала чтобы вот супер супер были ровные переходы и здесь видно да я провязываю чуть чуть-чуть одну ту одну ту одну ту одну ту петелечку чтобы чтобы закрепить лучше ниточки когда ниточка искусственная она скользит я их так закрепляю таким образом провязывая по несколько петелечек но тут не принципиально просто если где-то принципиально то конечно этого делать не нужно у меня видите здесь спокойно я так сделала вот тут у меня какая-то дырка в прибавке я видимо провязала прибавку неправильно и вот одна эта дырочка у меня здесь осталось поэтому я тут ниточку просто зашью ее аккуратно вернее не зашью а проведу ниточкой туда-обратно с той стороны и она будет закрыта вот такой свитерок получается сейчас перенесу рукава на дополнительную на ниточку иголки и тогда уже станет все более менее понятно можно может будет даже уже и померить нужно будет и померить так тут у меня слетела было ну вот так вот я это делаю просто 45 петель рукава плюс я сделаю 5 петель на подрезы или 4 петелечки на подрезы и еще же с вот этой боковинки которые азиатский росток с него тоже и я думаю что у меня рукава будут где-то наверное ну 54 55 петель меня рукав получится так что на спицах номер 6 этого достаточно это будет широкий рукав так набираю на иголочку до спинки то есть я все же пересчитала разделила и здесь тоже ровно разделила и вперед и спинка у меня имеет одно и то же количество 85 петель и рукава тоже до 45 еще разочек ну вот все так как спицы 6 но они не супер толстые но когда на таких спицах даже что уже и марки ручки там не сильно не сильно весело ходят по этим спицам поэтому и такие ниточки надеваю где-то нужно если разделить то ниточкой здесь рукав переодела вот он меня имеет вот такую ширину вот вот здесь хорошо видно вот спинка вот рукав если кажется что он не такой широкий ну вот сейчас мы его выровняем вот так вот он да вот такой рукав и вот тут я еще к нему наберу петелечки когда вы вижу уже круг я вот вот так вот получится соединиться друг с другом вот тут петелечки будут набраны и добавлены в круг для рукава нормальные вроде бы как нормальный вот эта линия здесь видите больше 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 а здесь плавно более плавно хотя мне кажется вот тут чуть-чуть стягивает вот это то что я провязывала такими уже узором чуть-чуть стягивает регланная линия здесь 27 сантиметров вот тут до 27 сантиметров от горловины сюда это много мне кажется померяю посмотрим впервые такой вариант делаю так что посмотрим на всем учусь